Вот столько я прочитал по лидерству Его сбрасывайте к этим акулам и плывете дальше Долбите! Нужно это делать часто Поднять попу, взять руки В руки взять какой-то предмет Он вам предложил выйти на улицу только в одних трусах Соглашайтесь! Беотехники, ребят Попробуйте, примените, посмотрите, что будет Часто я задавал себе вопрос, когда мне было 23 года или 24 Я задавал себе вопрос, что это? Что это? Как стать лидером в группе? Я помню, как сейчас, мне было 23 года, я хожу в университет Кстати, мы находимся сейчас именно на территории этого университета Я задавал себе вопрос, как стать лидером в группе? Я хочу быть как минимум старостой Я хочу каким-то образом управлять этой группой Я хочу, чтобы вы ко мне прислушивались Я хочу, чтобы вы меня слышали И я копал, копал по этой информации И я точно думаю, что где-то книг, наверное, вот столько я прочитал по лидерству И честно вам признаюсь, все эти книги, они выпускают самый главный момент Там очень много разных каких-то рекомендаций, что лидер может стать каждый Что есть какие-то определенные техники Но они упускают Самое главное, зачем быть лидером, да? Какая цель на самом деле у лидера? Для чего быть лидером? Хотя бы на первом этапе Потом, не знаю, может быть у каждого будут какие-то другие цели Но на первом этапе каждый из вас, каждый из нас И я в том числе, когда становимся лидерами Мы должны брать ответственность за других людей И не просто брать ответственность Зачем? Потому что вдруг человек пойдет и выпьет мышьяка И вы будете за него брать ответственность Нет, я сейчас говорю об ответственности достижения определенных целей в группе То есть вся группа – это единый организм Надеюсь, вы это понимаете То есть есть человек, у него есть какие-то мыслительные процессы Он что-то делает руками, он ходит ногами Но когда собирается группа, это тоже единый организм И задача лидера – собрать вот эти все отдельные части Кто-то занимается руками, кто-то занимается ногами Кто-то занимается мыслями Вот это все вместе собрать, организовать И поставить четкие задачи и цели Разобраться, у кого есть какие качества, достоинства, таланты Но на начальном этапе, я считаю, все-таки самое главное – это поставить цель И помимо постановки правильной цели для группы Еще одна задача – это результат, к которому мы идем То есть это тоже очень важно Цель – это понятно, мы управляем людьми Мы пытаемся с помощью этого что-то закрыть, что-то достичь Но помимо этого мы должны еще озвучить это другим людям Сказать, что ты получишь, что ты получишь, что мы все вместе получим То есть мы все идем к определенной цели Для определенного результата И если вы это осознаете, что вы капитан корабля Вот давайте так, вот хорошая метафора Вы капитан корабля, и вот у вас есть матросы, у вас есть разные помощники И вот вы плывете И задача всей команды – доплыть до берега Если кто-то, например, говорит Нет, я не поплыву, пойдемте искупаемся с акулами Это очень весело, говорят, что они умеют классно играть в салочки Вы понимаете, что он сумасшедший, вы его сбрасываете к этим акулам и плывете дальше Ваша задача стремиться к тому, чтобы все дошли до цели И вы в том числе Это самое главное И как только вы это осознаете Вот вы уже считаете, что 50% пути выполнили по лидерству 50% Если вы просто осознаете, что всегда, когда вы берете на себя определенные ответственности Когда вы ставите перед собой результаты и цели Когда вы озвучиваете это все Когда вы ведете людей туда Когда вы распределяете обязанности, чтобы каждый смог закрыть определенную цель И вы все в итоге добились определенных результатов Вот тогда, я считаю, и начинается то самое настоящее лидерство Напоминайте себе чаще Я капитан корабля Все остальные – это моя команда И мы все должны доплыть Не может быть такого, что лидер такой О, отлично, денежки, давайте еще, чтобы вы мне делали Да, есть такое лидерство Но в первую очередь Я говорю, что на первом этапе нужно все-таки в первую очередь ставить задачу Что вы не только вы доплываете до берега Но и остальные в том числе Окей, это все были вот такие вот слова, да И кто-то может сказать, что это такая большая вода Но давайте другими словами, более конкретно По технологии Техника, пошаговая Как стать лидером в группе Ваша задача – постоянно в группе генерировать какие-то идеи Постоянно генерировать, озвучивать эти идеи И определенные идеи вы можете реализовать сами Возьмите и реализуйте Ничего страшного, что на начальном этапе вы сами реализовываете Если кто-то подхватит, вы скажете, что вы будете делать вот эту часть А кто-то будет делать вот эту часть, чтобы реализовать эту идею То есть вы постоянно генерируете идеи В какой-то момент, может быть, кто-то еще подцепится к вашим идеям И вы начнете это реализовывать уже вдвоем или втроем Если никто это не будет реализовывать То ваша задача, опять же, генерировать эти идеи И предлагать, чтобы эти идеи вы реализовали все вместе Все вместе То есть вы постоянно об этом говорите Сначала просто говорите эти идеи Давайте первый шаг Сначала вы просто говорите А вот у меня есть идея А вот это есть идея Все идеи должны быть придуманы для чего? В первую очередь, чтобы вы получили результат Вся группа, чтобы получила результат Чтобы всем было выгодно, правильно? Поэтому вы говорите именно такую идею Первый шаг Вы просто озвучиваете идеи Если кто-то подхватывает, вы начинаете действовать Если никто не подхватывает, второй шаг Вы говорите идеи, говорите, давайте сделаем, давайте сделаем. И когда кто-то соглашается, вы распределяете по всем, и в том числе для себя, именно те действия, которые вы будете совершать. Это второй шаг. Третий шаг. Если все сопротивляются, говорят, да нет, это все ерунда, у меня не получится, реализовывайте идеи так, чтобы вы увидели результат сами. И самое главное, чтобы другие люди тоже увидели этот результат. Хотя бы что-то сделайте малюсенькое, сами покажите, что вы это делаете. Подхватите это состояние и передайте его другим, чтобы реализовывайте те идеи, которые вы написали. И опять же, опять же говорите другим людям, что давай, давай сделаем, давай сделаем. Долбите. Нужно это делать часто, нужно делать это много. Постоянно заходите даже к каждому человеку на страничку ВКонтакте и следите за ним. Я имею в виду, что даже обращайтесь лично к определенному человеку. Скажите, давай, Федор, Михаил, Алифтина, Марина, давайте сделаем. То есть обращайтесь лично к каждому человеку. Не сдавайтесь и постепенно, постепенно люди начнут к вам прислушиваться, они начнут что-то делать тоже. Есть еще один заход, другой, это уже другая техника. Вы становитесь в группе экспертом. Например, у вас группа, ну пусть будет по танцу, да, все танцуют, все клево танцуют, все тренируются. И вы становитесь очень крутым, вы очень много тренировались и стали очень крутым танцором в группе. К вам будут прислушиваться. И тут же опять вы можете всякие идеи предлагать. Как прокачиваться вместе, может быть, сходить куда-то, пиццу поесть. Давайте все сплоченнее будем тренироваться, будем кушать одновременно пиццу и танцевать. То есть вы генерируете идеи на основе своей экспертности. Надеюсь, это тоже понятно, да? Например, помимо танцев, что это может быть еще? Это может быть группа по медитациям. Почему бы нет? Вы очень много прокачались по медитациям. Вы знаете, как нужно заходить в медитацию. Вы все это знаете. Вы это демонстрируете. Люди видят ваши результаты видимые. И тогда вы начинаете, опять же, генерировать идеи. Ребята, а давайте мы все вместе будем медитировать. И тогда медитация усилится многократно. Групповая медитация. Групповая медитация намного эффективнее. И люди такие, да, давай, давай, Димас, мы с тобой зажгем. Две техники, ребят. Попробуйте, примените, посмотрите, что будет. Если в вашей группе есть хейтеры, ну, то есть, такие, знаете, токсичные люди, и когда вы предлагаете идеи, и в этот момент вас атакуют, говорят, да все, это чушь, все, это ерунда, зачем этим заниматься. Если это не конструктивная критика, да, а конкретно человек вас атакует, говорит, что это все бред, и вообще, помолчи, Миша, не надо говорить всякую чушь. Если таких людей очень много в группе, к сожалению, вы эту группу не вытащите никуда. Эта группа уже давно скатилась на дно. Но если такой человек один в группе, то не обращайте на него внимания. Но если он вам мешает, один человек в группе, тогда вы можете прокачаться по теме конфликтов и поставить его на место. Взять остальных ребят, которые вас поддерживают, и реализовывать те идеи, которые вы предлагаете. Опять же, до результата. До результата для всей группы, в первую очередь. Но напоминаю, если все-таки токсичных людей очень много в группе, скорее всего, вам будет очень тяжело это сделать. Вы потратите очень много энергии. Вы можете потренироваться как лидер, да, прокачаться, попробовать там. Но, к сожалению, я не думаю, что вы такую группу сможете раскачать. Даже если вы в этой группе станете экспертом. Если очень много токсичных людей в этой группе, будет очень тяжело. А надо ли вам это? Потренируйтесь, да, и найдите нормальную группу, которая будет к вам прислушиваться и тоже помогать вам реализовывать идеи. А кто-то же может мне сказать, что есть такие люди, вы встречали таких людей в группе, которые все время что-то хотят организовать, но в итоге они просто всех бесят. Ну вот они говорят, давайте вот это, а давайте это. Такой, знаете, пионер-вожатый, который постоянно бегает, говорит, вот это нужно сделать, вот это нужно сделать, давайте все. И вот прям всех бесит. Но, ребят, есть нюансы. Одно дело, что он просто это говорит, другое дело, что он это реализовывает, да, пытается все-таки подключить кого-то, и у него есть ребята, которые ему помогают. То есть все-таки вас он бесит, окей, хорошо, но при этом вы смотрите и видите, что так он организовал, организовал мероприятие, что-то там происходит, что-то делают люди, он что-то делает, работает все, работает. И тогда получается, что вот это ваше состояние, что вас это бесит, ну, скорее всего, может быть, вы там немножко завидуете, может быть, вы раздражены, потому что он пытается вас напрячь, что-то сделать, а вы привыкли находиться в определенном состоянии такого релакса, и зачем что-то делать, вы и так просто здесь находитесь, вам ничего не хочется. Скорее всего, ваше раздражение в первую очередь, если это не зависть, да, вот если честно, по чесноку, это не зависть, если это раздражение появляется без зависти, то, скорее всего, вам просто не хочется на начальном этапе что-то делать, потому что вы идете, плывете по течению, то есть вы находитесь в определенном состоянии, вы привыкли в этой группе выполнять определенную роль, определенные действия, а тут предлагает вам что-то другое. То есть нужно поднять попу, взять руки, в руки взять какой-то предмет и что-то начать делать. Вначале это будет, конечно же, тяжело, будет появляться раздражение, а он вас продолжает долбить, да, он продолжает говорить, давай, давай, Димас, давай, а вы раздражаетесь, раздражаетесь. В итоге тут два пути. Первый путь вы уходите с этой группы, второй путь вы начинаете делать по чуть-чуть, либо сразу делать, и вы привыкаете. На самом деле, помимо того, что лидер предлагает идеи, что он показывает свою экспертность, что он ведет людей до результата, есть еще один нюанс. Ему приходится давить на людей, иногда приходится давить, иногда приходится напоминать, иногда приходится часто напоминать, иногда приходится долбить, да, постоянно, постоянно, постоянно. И постепенно, постепенно вот эта машина, вот эта машина, как группа, да, которая идет в одном направлении, как ослик за морковкой, идет в одном направлении, постепенно начинает менять свой путь, медленно, не спеша. И да, лидеру нужна выдержка в этом плане, терпение и выдержка. Поэтому, ребят, если вас раздражает какой-то лидер, то скажите спасибо, потому что, скорее всего, он поставил какие-то крутые результаты, которые вы получите в том числе. Вы же тоже получите свои ништяки. Поэтому соглашайтесь и делайте то, что он говорит. Например, нужно срочно ограбить банк. Нет, это не надо, это вырежи. Вдруг меня еще за это... Например, он вам предложил взять флаг и выйти на улицу только в одних трусах. Соглашайтесь, потому что, скорее всего, вы от этого тоже получите что-то. И так и сразу 50 геев мне написали. А стоит ли вообще быть лидером, да? Вот после всего, что я перечислил. А есть же еще вот эти стопка книг, которые я говорил. Там всякие нюансы, техники, вот это все есть. Теория, много теорий. А стоит ли вот эта овчинка в выделенке? Что это быть лидером? Ребят, на самом деле, если есть желание, если вы инициатор по жизни, да, стоит. Но если вы начитались эти книги, может быть, посмотрели какие-то YouTube-канали, где мотивируют вас и говорят, давай, мужик, давай, женщина, ты справишься, ты будешь лидером. Я тебе говорю, ты будешь лидером. Вы насмотрелись этого и думаете, что это ваше. А на самом деле это не ваше. Есть люди, которые хотят быть лидерами. И они являются лидерами по жизни. Ну, потому что они решили идти по такому пути. У них внутри что-то есть. Они могут быть даже не родились с этим. У них просто есть желание. А есть люди, которым это не надо. Но они посмотрели видео и говорят, ну, надо, другие же сказали. Но на самом деле задумайтесь, а цепляет вообще эта тема по эмоциям? Представьте, вот вы лидер в какой-то группе, цепляет ли вас это? Если цепляет, может быть, есть какие-то определенные цели, которые вы прописали по лидерству, да, или в группе что-то вы хотите себя проявить. Цепляет эмоционально? Вот есть вот это ощущение, да, я хочу, тогда это ваше. А если ничего нет, если вот это состояние такое, ну, не знаю, ну, может быть, тогда не стоит. Подумайте. А теперь у меня к вам вопрос, ребята. Вот сейчас вы посмотрели это видео. И мне интересно, напишите в комментариях, как вы считаете, лидерство это от рождения? Или все-таки вы можете это приобрести, да, прокачать этот навык? Или вы считаете, что все-таки это не навык и что с этим ты родился, что если ты, там, чувствуешь власть, то, скорее всего, у тебя это будет всегда? Напишите ваше мнение, напишите. Это все-таки приобретенное, то есть это можно прокачать или все-таки с этим нужно родиться? Как вы думаете? Напишите. И на этом все. Если вам интересны мои видео, смотрите, будет еще много на YouTube-канале. И также подписывайтесь на мой паблик. И есть еще Telegram-канал. В любом случае, я вас жду хоть где-нибудь. Пожалуйста, напишите мне. И поставьте лайкусик, пожалуйста, под этим видео. Я не клянчу, я просто... Да ладно, я клянчу. Кого я обманываю? Я клянчу. Поставьте лайкусик под этим видео. Нажмите, что там еще? Клокольчик нажмите обязательно. И вы подписались на мой канал? Подпишитесь на мой канал. Подпишитесь на мой канал.